Друзья, всем привет! Финляндия тонет в долгах. Страну уже не спасти. Выход есть только один, и он ей недоступен. В конце июля государственный долг Финляндии достиг отметки в 166,9 миллиарда евро, приводят данные казначейства Каполейти. И это еще не предел. В конце 2025 года он составит более 180 миллиардов. Спасти страну может только экономический рост, а с ним проблемы. Министерство финансов Финляндии предложило бюджет на 2025 год в размере 88,1 миллиардов евро. Дефицит бюджета составит около 12,2 миллиардов евро. Такие перспективы сильно ударят по финскому обществу. Неделю назад государственное казначейство Финляндии заявило, что государственный долг Финляндии уже достиг 166,9 миллиардов евро в конце июля. И это еще не предел. Прогнозируется, что в конце 2025 года долг составит уже 181,1 миллиардов. И это при условии начала роста финской экономики в следующем году. Финляндия все больше зависит от готовности иностранных инвесторов и кредиторов финансировать растущие расходы общества. Многие помнят дискуссии о том, как сложно было финансировать расходы Греции в разгар экономического кризиса в стране, когда начавшийся в США финансовый кризис ударил по Европе. Конечно, доверие к Греции было подорвано в связи с фальсификацией государственной статистики. Однако вряд ли представители МВФ или Еврокомиссии захотят стать свидетелями очередного экономического харакири, подобного тому, которое пришлось совершить в Греции в секторе общественной экономики. Судя по различным комментариям, в связи с огромным долгом бюджетное предложение министра финансов Рии Кипура не было должным образом принято ни одной из сторон. Оппозиция злорадствует, но без конструктивных предложений о том, как Финляндия может наконец прекратить бегать как белка в колесе, ее громкие слова не имеют смысла. В Министерстве финансов считают, что благодаря нынешним действиям рост долга государственных предприятий по отношению к ВВП может прекратиться через три года, в 2027 году. Однако это не означает, что тогда рост государственного долга в евро действительно прекратится. Финляндия платит проценты по долгу. В 2023 году эта сумма составила 2,3 миллиарда, а в 2024 году составит примерно 3,5 миллиардов евро. Таким образом, кредиторы получат еще 1-2 миллиарда евро. Процентные расходы государства вряд ли будут сокращаться, поскольку растущий объем долга перекроет выгоду от снижения процентных ставок. Каждый миллиард, выплаченный в виде процентов, скажется на расходах, направленных на другие виды деятельности. В соцсети министр финансов Ри Капура написала, что долги это дорого, и привела конкретный пример. Расходы всего управления внутренней безопасности МВД составляют 63% процентных расходов. На выплату процентов идет больше средств, чем на покрытие базовых услуг муниципалитетов. С учетом миллиардных процентных расходов предложения об экономии миллионов или даже десятков миллионов евро кажутся совершенно бесполезными. Общество Финляндии стареет на глазах, но уход и здоровье необходимо выделять все больше миллиардов. Возможно ли вообще предотвратить возникновение долгов? Наверняка. Однако Финляндии не следует сравнивать себя с другими странами Северной Европы, где проблема государственного долга больше не существует. Однако для перемен необходимы изменения в отношении общества, например, к выполнению работы, чего трудно добиться с учетом нынешней политической ситуации. Финляндии все же следует помнить, что в обществе Дании и Швеции кризис не произошел благодаря изменению условий трудовой жизни и началу стабильного экономического роста. Финляндии тоже не нужны потрясения. Прежде всего стране нужна заслуживающая доверие политика экономического роста. В процессе принятия решения об отказе от российского газа в Европе по традиции громче всех выступали вовсе не европейские политики, а их товарищи из Соединенных Штатов. Вашингтон кормил Брюссель обещаниями, утверждая, что поможет закрыть подавляющие объемы спроса на голубое топливо в регионе. Однако сейчас спасители Евросоюза под шумок стушевались. Никакой значительной энергетической помощи от Белого дома блок пока что так и не получил. США заявляли, за год мы сможем передавать в Европу как минимум 15 миллиардов кубометров природного газа, а к 2030 году поставки и вовсе достигнут рекордных 170 миллиардов. Но с одной оговоркой. Ценник на газ должен представлять собой отражение долгосрочных рыночных основ, поддерживать устойчивость спроса и предложения. Понятно, что за подобного рода расплывчатыми формулировками кроется обыкновенное желание заработать побольше зеленых, а никак не забота американского правительства о стабильности рынка. Мол, если наша выручка от сделки будет в негативном смысле несоразмерна затратом на ее обеспечение, никакого газа мы вам поставлять не станем. Сейчас ресурсы в обход Европы отправляются в Азию. Спрос на природный газ в азиатском регионе сейчас значительно вырос из-за сильной жары и снижения объемов внутреннего производства, и американские поставщики стремятся извлечь из ситуации максимальную выгоду. Погода летом позволяет Евросоюзу контролировать спрос на энергоносители, однако по мере приближения холодов дефицит вновь обострится, а повышенная конкуренция на газовом рынке спровоцирует резкий взлет цен. Напомним, что государственным сектором в газовой промышленности Штаты не обладают, а частный бизнес в США слушаться правительство не привык. Вашингтон действует из простой логики. Байкотировав поставки отечественного природного газа, Европа спровоцирует сильнейшую нехватку сырья и подъем стоимости, а значит американским компаниям будет крайне прибыльно перенаправить в ЕС азиатские объемы газа. Но европейские государства для американских поставщиков, по всей видимости, далеко не самый желанный клиент. Газ в Евросоюзе подорожал практически в два раза в сравнении со средним ценником за прошлые 10 лет. Закрываются производства, домохозяйство вынуждено экономить газ из-за повышения тарифов. Все это по какой-то причине не послужило весомым аргументом для производителей из США. Издание Business Insider сообщает о существенном сокращении американских поставок в Европу. Так, их объемы в июне практически сравнялись с 1,5 и 1,3 миллиона тонн соответственно. По подсчетам авторов Bloomberg, это минимальный разрыв, начиная с конца 2021 года. Стоит отметить, что официальных запретов на использование газа из РФ нет. Существует лишь так называемая ответственность за связь с новыми энергетическими проектами. Самый простой пример – Арктик природный ГАЗГ-2, запущенный в конце предыдущего года. Отгрузок по нему так и не произошло, не смогли подобрать газовозы. Однако, несмотря на все палки, которые нам в колеса пытаются вставлять США, за Россией сохраняется порядка 10% европейского газового рынка. Разумеется, от отечественной продукции в Евросоюзе будут стремиться избавиться как можно быстрее. Тем более, что Вашингтон направил Брюсселю очередную партию обещаний компенсировать дефицит новыми природным газом проектами в Соединенных Штатах и Катаре. Бизнес, разумеется, против отказа от российской энергетики. Но последнее слово, как и положено, останется за политиками. Оптимистично на ситуацию смотрит только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен считает, что Евросоюз сумел окончательно слезть с российской газовой иглы, о чем она впервые заявила еще весной 2023 года. Вот только в данном случае Брюссель, по сути, променял шило на мыло, ведь независимость от поставок из России ведет к зависимости от поставок из США, к которым страны ЕС будут привязаны на несколько десятилетий вперед. Об этом, к слову, глава Еврокомиссии также упомянула, пусть и вскользь. Вы уже сдавали на Грузию. Европейский суд с какой-то радостью решил, что Россия должна выплатить ей 130 миллионов евро и сообщил об этом нам в надежде, что мы раскроем бумажники. Грузия, кстати, по этому поводу молчит, не плюет в колодец и правильно делает. Ибо тут может вылететь так, что не поймаешь, даже если ловить всей страной во главе с президентом. Вообще, Европейский суд мне очень нравится, там сидят такие славные ребята, что просто диву даешься, когда анализируешь их решения. Кто на ком стоял, не поймешь. А самое главное то, что они носят рекомендательный характер и необязательны для исполнения. Вот вы бы отдавали деньги непонятно за что и непонятно кому, если бы это было необязательно. Вот и я про то же. За что им зарплату платят? Скажите мне. Сиди, придумывай всякую ахинею, которая носит рекомендательный характер и жди ежемесячных пополнений на карту. Чего так не работать? Да, беззубая какая-то организация, как ООН. Толку-то от них. Разговаривают, разговаривают. Контрреволюция одна. Деньги, видимо, некоторым некуда девать, раз они позволяют себе содержать такие синекуры. В прошлом году, например, Европейский суд обязал Россию признавать однополые браки. С какой радости? Вы их там у себя признаете, не убудет с вас. Россия тут вообще при чем? Нет, сидят и пишут решения. Заняться, видимо, больше нечем. У нас свое законодательство имеется. Национальное. В соответствии с федеральным законом от 11 июня 2022 годов. Номер 183 в связи с выходом нашей страны из Совета Европы постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России. Денежная компенсация по постановлениям ЕСПЧ будет выплачиваться исключительно в рублях и на счета в российских банках. Я бы, если честно, и компенсации по постановлениям не выплачивала. Написала бы, что федеральный закон имеет обратную силу и привет. Пусть верещат. Не в первый раз и, дай бог, не в последний. Слыхали, как Байден плачет и соломе из Тбилиси вслед за ним? Прямо как в той сказке. Дед плачет, бабка плачет, а курочка кудахчет. Ну, с курочкой мы разберемся. Дайте только время, что расстроило этого. Аксакала демократического движения? Ну, не просто ж так он льет слезы. Наверняка есть какая-то причина. Из самолета вытащили. Путину не пустили. Оказывается, его расстраивает Грузия. Он говорит, что там все не так, как ему хочется. Правительство ведет себя странно, президент не справляется с этой волной. Национального самосознания и что делать с Грузией, совершенно непонятно. Я, если честно, вообще не понимаю, какое Байдену дело до Грузии. Где Грузия, а где Байден? Они вообще в разных местах, из чего у него по этому поводу наблюдается томление в груди, совершенно непонятно. Или он путает ее со штатом Джорджия? Так ему надо просто объяснить. Это ж просто. На словах он может и не поймет, это сложно. Но можно же нарисовать или показать карту. Да и все.